Привет! С вами Сергей Светличный, Hotline Video и монитор с расширенным цветовым охватом ASUS PA249Q. В данной модели используется классический дизайн линейки ProArt. Подчеркнуты прямые линии, рубленные грани, никаких сглаженных углов, глянца и металлических вставок. Выглядит монитор строго утилитарно. Корпус из практичного немаркового черного матового пластика. Единственная дань дизайну – тонкая красная линия в нижней части экрана. Рамка средней ширины – порядка 1 см. На ней вдоль всех сторон экрана нанесены едва заметные насечки, представляющие собой сантиметровую и дюймовую линейки. Управляющие кнопки механические, расположенные на правой боковой грани. Для навигации по меню и изменения параметров используется четырехпозиционный джойстик, что значительно облегчает работу с меню. Монитор оснащен полным набором видеовходов – дисплейпорт, HDMI, DVI и VGA. Также на задней панели имеется USB-концентратор и аудиовыход в виде мини-джека. На левом торце находятся четыре порта USB 3.0. Дисплей стоит на массивной ножке, которая позволяет регулировать положение экрана по высоте, менять угол наклона, поворачивать его вокруг своей оси и переводить экран в портретный режим. В основании ножки также нанесена шкала, позволяющая измерить угол поворота. Соединение дисплея с подставкой жесткое, сдвинуть монитор с места или расшатать экран весьма проблематично. У монитора предусмотрена возможность крепления на стену. Ножку при желании можно снять, под ней находится весосовместимое крепление 100 на 100. Нажатие джойстика без вызова меню включает фирменный режим Quick Fit, в котором на экран выводятся различные сетки – сантиметровая и дюймовая, а также границы листов разных форматов – A4, Letter и т.д. Кнопки 1 и 2 являются программируемыми. По умолчанию на них назначен вызов окна регулировки яркости и контраста, однако их можно переназначить и на другие действия. Меню этой модели стандартного для всех мониторов ASUS вида. Первым пунктом идет раздел Splendid. Здесь можно выбрать один из заранее заданных режимов – стандартный sRGB, AdobeRGB, пейзажный и театральный, а также сохранить собственные настройки. Причем в данной модели для этой цели доступен не один пользовательский режим, а сразу два. В меню цвет регулируется яркость, контрастность, насыщенность, цветовая температура, гамма и ряд других параметров. Оттенок и насыщенность по шести осям, усиление и смещение трех основных цветов и т.д. Ряд настроек здесь становится недоступным при выборе определенных режимов в меню Splendid. В разделе изображения регулируется резкость, формат экрана и ряд других настроек, доступных при аналоговом подключении. Пункт меню «Настройка PIP-PBP» позволяет включить режим Picture-in-Picture и Picture-by-Picture и указать источник второго видеосигнала. Раздел «Выбор входа» ожидаемо предлагает ручное переключение на необходимый вход. И пункт «Настройка системы» позволяет изменить параметры отображения экранного меню, выбрать язык интерфейса, отключить свечение индикатора питания и сбросить все настройки на заводские параметры. В данной модели используется матрица AH IPS с диагональю 24 дюйма и соотношением сторон 16 на 10. Родное разрешение составляет 1920х1200 пикселов, размер пиксела 0,27 мм. Для экрана используется полуматовое покрытие. Под прямым углом оно выглядит лишь чуть-чуть менее матовым, чем обычное, однако с увеличением угла обзора глянцевость дисплея возрастает. И при максимальном отклонении оно превращается в почти что обычную глянцевую поверхность. При изменении углов обзора яркость и контрастность снижаются незначительно. Серьезных искажений в цветопередаче обнаружено не было. Монитор обладает выраженным glow-эффектом. При взгляде по диагонали на черном фоне появляется ощутимый серый отлив с чуть заметным зеленоватым оттенком. Вытечка подсветки умеренная, наблюдается в углах экрана и становится заметна при слабом окружающем освещении на черном фоне при яркости от 50% и выше. Монитор проходит заводскую калибровку режимов SRGB и Adobe RGB, что подтверждается нашими тестами. Цветовой охват в обоих случаях достаточно точно соответствует этим цветовым пространствам. Точность цветопередачи также оказывается в рамках допустимого. Значение Delta-E практически всегда оказывается ниже единицы. Asus PA249Q, монитор с поддержкой Adobe RGB и заводской калибровкой основных видеорежимов. Субтитры создавал DimaTorzok